И всем привет вновь, друзья! С вами студия StreamTV, и мы продолжаем для вас показывать дебютные матчи Группового этапа, самого главного турнира в нашем году, в 17-м году Это 10-й межклановый чемпионат Ну и сегодня, и сейчас, точнее вторую карточку мы посмотрим уже на конкурс Где будут ребята играть в ХРВР, именно данный формат выбрали Дежавю Неожиданно, наверное, для меня, но действительно ребята выбрали данный формат Карту, да, карту выбирали как раз таки Перц, то есть последний вычерк был данной карты То есть, как вы уже поняли, Дежавю против Перцев на карте Конгур Формат ХРВР, турнир, межклановый чемпионат номер 10 Кстати говоря, юбилейный Поэтому данный матч буду комментировать я, Александр Динамит Мой напарник, Денис Лафинми И за картинку на сегодня Дмитрий, 55-й Поэтому всем привет и привет, Денис Да, привет, Саш, со зрителями нашими я уже здоровался Предыдущий матч комментировал Я думаю, стоит представить составы Давай представлю Дежавю, а ты представишь Перцев Обязательно Да, за Дежавю у нас играют такие игроки, как Влад, Арсенал, Стэсплит, Пилол Дальше Арсенал И я кого-то еще пропустил А, Марсель Да, со стороны Перцев у нас есть 3 Вазбика Как и со стороны Вудса, ой, Вудса, прошу прощения, Хаосов В прошлом, а теперь Дежавю Это все верно, то есть максимальное количество Вазбика Это уже хорошо Ну и за Перцев играет у нас Ноу Пей, Ноу Плей, Дон Сандра, Офенс, Рафаэла, Семенович, Модест Нету Склерозников, сразу могу отметить Основной игрок, не знаю, с чем это связано Но его нету на карте и нету в игре Возможно появится в втором раунде Посмотрим, как это повлияет на игру Перцев в целом Есть сейчас Модест, который будет заходить на базу Синих Там никого сейчас нету И он может просто, как говорится, на Изи увозить И смотри, еще подключение от Офенс Но есть Да, в то же время сейчас Кошмар Арсенал, Деф, Рафаэла И Рафаэла погибает Арсенал остается на одну рельс Нужно Дон Сандру убивать сейчас Но не видит Дон Сандру Арсенал И, к слову говоря, точно так же Перцы не смогли вывести флаг с базы Дежавю Да, сейчас СТ Сплит будет пытаться заехать Арсенал тоже на бровочке СТ Сплит у нас забирает Арсенал навряд ли что-то сможет сделать Хотя оба Дефера у нас что-то Не те, кто сейчас стоят в Дефе No Pay, No Play Сейчас подбирает аптечку И на две рельсы он у нас остается Выдаёт он первый Арсенал Также сбивает И Агуэра Выдолбил No Pay, No Play одно И навряд ли у него получится Он шотный Ну на одну рельсу по Семенову Ещё нужно прилететь Прилетает рельс от Марселя И сейчас ребята в любом случае Думаешь получится? Думаешь получится? Ещё сливают Какая сейчас рельса была в Билово-то Неплохой прострел был Но не было синих танчиков на красном плашке И закономерная доставка для Перцев Перцев открывает счёт в матче И готовы они сегодня Просто добавлять, как говорится, Перчика Для своих соперников Смотри, сейчас у нас Модест Офенс и Рафаэлла будут пытаться Заползать на фабрику Получится ли у него Что-либо сделать Сливают они Арсенала Модеста уже слили Офенс тут у нас один Надо отъесть эту ДАшку Не успевает он её Агуэра подбирает Получает также рельсу Подбирает нитру И надо заползать Рафаэлла Он видит ли его? Ну очень агрессивно сейчас действует Перцы на фабрике Они буквально петером Выдвигались туда Дон Сандр отыгрывал как раз таки От зоны этого жёлтого томика Забирал там двойные То есть Они просто продавили данную Данное направление Действительно для Сандра Потом они отреживались И поехали уже справа Очень грамотно сейчас они поступают Есть в то же время Арсенал Который готовится по мосту Заходить на фулл-дропе Но нужна в любом случае ему поддержка Потому что No Payne, Don't Play Сейчас отлично действует На своей ДДшке Сейчас одну ДДшку выдаёт И на этом Арсенал заканчивается Что собственно говоря и происходит Да, Сандинович у нас Сейчас на балкончике Пытается дамажить Белол Выдал он одну рельсу Тут Марсель с Белол на пару Оба шотные Может получиться Если его не сольют Но его сливают И не получилось Модест сейчас слил И прилетела классная рельса с тиммейтов Рафаэлла будет в одиночку Пытаться заползать в деревню Уж шотные сдаётся Забирать не трон в деревне И навряд ли тут ещё Марсель Да, который выдаёт и сливает Пытается сейчас по-прежнему Заходить два васпика Со стороны Перца В этом моде Си Семенович Готовы они уже подхватывать флаг Есть ещё трой заход У Дон Сандры Которую пока что никто не видит Нужно сейчас выдавать рельсу Сандру Но Сандру на одну рельсу Всё равно не сможет и увезти Почему своим ребятам не помочь Я пока что не понимаю Возможно конечно Будет у него какой-то Момент вывести флаг И хочет он полностью им воспользоваться Посмотрим получится у него или нет Подберять сейчас не тру И начинает двигаться в сторону синего плашка Стреляет по Марселью Который целый А успеет ли Марсель? Да, он сливает Дон Сандра И не увенчалась ничем Данная попытка вывоза Зря мне кажется Он там столько провёл времени Можно было намного раньше Выдавать рельсу по этому Заднему, так сказать, игроку Который стоял за последним домиком И тогда бы возможно Ребята намного раньше увезли Сейчас опять Масина выдвигается Перца на фабрику Постоянно встречают Всех своих соперников именно там У респов И это очень хорошее решение Чтобы обрезать Атакующие способности Дежавю Да, не давят сейчас Дежавю Не получается у них давить перцев Напрягать деф И что позволяет перцам Вчастую использовать все свои пять корпусов В атаке Дон Сандро сейчас в дефе Арсенал, конечно, будет пытаться его дамажить Но Мажет Также Выдолбил он рельсу Дон Сандро No play, no play Добил И вроде бы вот и все Своего флагштока Но он решает ехать под мост Да, смогли опять отправиться Данной Атаки Перцы опять выдвигались на фабрику Но на сей раз уже Дежавю Неплохо Справились со своими Противниками Оттеснили Данный Ланг И сейчас пытаются уже туда Как раз таки проезжать Арсенал помогает С тест-плитом С тест-плитом Сейчас подает рельсу По Рафаэлло Неплохо сейчас Проявил себя в этом моменте Но ничего Грандиозного И Результативного Для команды К сожалению Не произошло Вот смотри Сейчас Эгглэри У нас подбирает ДДшку Под мостом Арсенал на ДАшке Будет пытаться заползать Но получает Неимоверное количество Рельс Остается шотным Его сливают Это ДР С тест-плит Который тоже Уже получил рельсу Не получится Я думаю Что он даже Заползти сейчас И сделать атаку Ну будет очень сложно Сейчас что-либо сделать Ну вот С тест-плит сейчас Заходит Есть вертушечка От модеса Своевременная Кстати говоря И точная Которая Пресекает В некотором роде С тест-плита Который пытался Вывозить И сейчас модес В одиночку Пытается навязать борьбу Сразу двум Деферам Дежавю Но к сожалению Против двоих Да и против троих Уже крайне сложно Как-либо себя Представить А фэнс То же самое Пытается отыграть Одного Обмансил Выдал рельсу Попилову И на этом Его Время Заканчивается А вот Агуэра Сейчас может Себя наоборот Проявить Насколько хорошо Сейчас будет видно Готовится он По мосту Заходить на Фуллдропе Но никак Эту тропу Все же Он не сможет Нам Показать Потому что Он попросту Заканчивается Да Пилову Я вижу На балкончике Который Сейчас у нас Забирает аптечку Будет он Выдавать Рельсы По Семенович Постает Кто дан Игрок У нас Шотным А фэнс Кстати Подмозг Заползает Еще бы А первого Выдать Его Но Тот Попадает В бабочку Ничего Страшного Мне единственное Что не нравится Со стороны Хаосов Конечно же Дежавю Немножко Буду путаться За одним Званием Потому что Ребята Не так давно Переименовались И в некоторых Клан тегах Все таки Есть хаосы Они не давят Город Если их Перцы Постоянно Выдвигается На фабрику То Дежавю В свою очередь Просто Стоят у себя На базе Ждут Семенович Не справляется Но Семенович Увозит Да Увозит Он неплохо Нужно Конечно Бондест Была Более Сливого Отыграть Но Сейчас Он ошибается Но Пока Что Не смогут Они Помогут Все будет Супер Семенович Тут Как раз Будет Подбирать Флажок Истается Раншотным Но Получится У него Вывести Нет Все же Мода Опять Вот эти Два Васпика Тут Все время Фигурирует В данной области И Деживек Возит В ответ Разбирают Они У нас Магуэра Прыгает На аптеку И отправляется В минус Еще Реза От Афенс Прилетает Тасинал Точно Туда Пытается Нырнуть У него Неплохо Получается Остается Он На Одну Рельсу Семенович Будет Попадать Или Нет Должен Сейчас Попадать Возможно Возвращает Да Есть Возврат И Будет Отвлечены Вывозом Синего Флажка В это время У Деживек Как раз Получилось Не были бы Они Отвлечены Все было бы По-другому Не получилось бы Ничего У данного Клана Надо Прессинговать Надо Отвлекать Перти Тогда Возможно Что-то Получится Нужно Конечно Но Рафаэл Уже Находится У себя В городе Семенович Подбирает На броне Сейчас Флаг Рассенал Его прессингует Оставляет Семенович На 3 Рассенал Сейчас Пока Что Целый Но Этого Мало Никто Просто Не хочет Помогать И это Действительно 3-0 За 30 секунд До конца Первого Раунда И это 1-0 Матча Пользу Перцев СПТ Сплит Будет У нас Пытаться Заехать По мосту Прыгает Под мост На 15 Секунд И Да Все 1-0 Мы поздравляем Перцев С победой В первом Раунде Мы Видели Предыдущий Бой Когда ХЗД Просто У нас Слились В первом Раунде А потом Второй Третий Каким-то Чудом Вытащили На ничью И победили Возможно Дежавю Сделают У нас Точно Так же Посмотрим Хочешь Ли Ты Увидеть 4 матча На Кунгуре ХРВ 4 раунда Ну Я думаю Что В данном Матче Скорее Все Так и Будет Я думаю Что Как Минем Дежавю Обязаны Просто 1 раунд Брать Поэтому В данном Случае Мы Обязательно Видим И Четвертый Раунд Хотя Перцы Тоже Могут Наоборот Задефить Синюю Сторону Хотя В принципе Синяя 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 Способна Для Атаки Нежели Красная Но Пока Так что Мы Увидели Обратное Что Перцы Полностью Доминировали За красную Сторону Полностью Реализовали Все свои Моменты И Выиграли Со счетом 3-0 Что это Действительно Немалый счет Ни один Ни два А целых Три флажка Они умудрились Вытащить И доставить К себе На флагшток Да Саш Хочется Спросить А Какую базу На данной Карте Синяя Более сильной Да Именно Более сильной Мне кажется Все же Синяя Будет Более Предпочтительна Для атаки Потому что Есть Больше Сейвов И Заходов Что по тебе Не выдавали Рельсы За красных Ты там Заходишь С одного Этого Правого Проемчика Если смотреть За красную Сторону И по тебе Сразу Накидывают Рельсы А вот За синих Можно По пробочке Зайти Можно По мосту Зайти Можно И справа Снизу Зайти То есть Больше Есть Разъемов Проемов Для То что Синие Базы Больше Путей Для Заезда В атаку Компенсируется Тем что Красный Флажок Очень хорошо Простреливается С красных Рыспов Ну В некотором Родике Конечно Это так Но Там Можно Просто Упасть Вниз Туда К толчку И все На этом Весь Прострел Заканчивается Разумеется Что при Выезде Уже Красных На середину Города Где-то В район Синего Зеленого Синезеленого Домика Тут Уже Можно Накидывать И на Левый Фланг Когда Ребята Поднимаются На Фабрику То есть Это Действительно Так Поэтому Да В некотором Роде Базы Плюс Минус Дополняют Друг друга И на этом Весь Построен Кунгур Начинается Уже Второй Раунд Противостояние Перцев С Дежавю Теперь Перцы У нас За Синих А за Красных Дежавю И Ребята Должны Показывать Нам Самые Интересные Моменты В Игре Да Посмотрим Как У нас Ответят Дежавю Сейчас За Ответный Раунд Вижу Корпус На Разломе Вижу Я Арсенал Который Смещается Тоже К Владу Который На Разломе Дашка Ой Дашка Которая Валяется Влад Упал В пол Минус Навстал Забрал Эту Дашечку Сейчас Сакуэра Будет Заходить Неплохо Выдает Рельса Но Мне кажется Нужно Все же Было Не Выдавать Рельсу Чтобы Не Показывать Свою Позицию То есть Его Никто Не Видел Огоэра Сейчас Заезжать На Дай На Нитре На Две Рельсы Он Остается У Нас Да Может Он Все Еще Дверь Выдержать Держит Он Как Раз Две Влад Будет Сейчас Подбирать Флажок Если Он Будет Подбирать Его Вообще Нет Не Подбирать У нас Влад Флажок И Флажок У нас Возвращается На Место А Красный Тем Временем Уезжает Но И Сплит Возвращает Все Уверенность Семенович У нас Потерял Флажок Обменялись Какими-то Атаками Немного Сомнительными Но Все Я Назову Это Атаки Были Попытки Конечно Подбирать Флаг Как Одного Так И Другого Клана Никуда Конечно Не Смог Далеко Флаг Ехать Поэтому Остался На своем Месте Правда Сейчас Дежавио Пытаются Атаковать Сразу Два Корпуса Отлично По Офенсу Откидывает Рельсу Семенович Все Попадает Агверонизм Будет Вести Модос Выдает Рельсу Неплохую Арсенал Нужно Попадает Арсенал Сейчас Должит Делать Несколько Обманок Одна Есть Можно Просто Ехать Вперед Ни О чем Не Думая И Находится Он Уже В Себя В Городе Перехват Будет Только У нас По мосту Там Есть Пилов Есть Акуяру Которые Просто Обязаны Острелить Слева Все Хорошо Потому Что Есть Марсель Которые В любом Случа Справятся С этой Агрессией И Арсенал Поставит Останавливает Игроков Перцев Игроки Деживю Просто Фокусом И 1-0 Да Классно Отряд Комментировал Этот Заезд Дон Сандро У нас Сейчас Подбирает ДДшку В разломе Надо Ее Реализовывать Как-то Вот На Агуэра Неплохо Было Но Агуэра Опережает Его На Рельсе На Своей Дашке И на Нитре Будет Заезжать Также Есть Аптечка Надо Ему Сливать Сейчас Рафаэл И Падает Он В минус У нас Сейчас Вот Очень Неплохо Выдвигается Уже Перцев В атаку Никого В дефе Пока что Нету Все Выдавлятся За середину Средней Линии И Пытаются Уже Найти Своё Счастье В атаке Дон Сандра В роли Последнего Дефера На Дольном Дропе Респица Фэнс Который Отлежает Все же В сторону Моста Дон Сандра Выдвигается Перед Модос Пытается Увозить Но при этом Теряет Возможность Это сделать Потому что Заканчивается У него ХП Сандра Просто В городе Пытается Всем Разломать Корпуса И пушки И На этом Конечно Некая Эйфория Всего Рейсы Заканчивается Потому что Смотри Сейчас Может Получиться Неплохая Атака Перцев У нас Они будут Вывозить Красную Тряпочку Надо Марселе Сейчас Конечно Слить Но Нет Все же Разбираются У нас Игроки Моденс Остается Один Сли Сольет Он Конечно Марселе Но тут Есть Влад Тут Есть СТ Сплит Тут Есть Пилов Которые Просто Надамаж То Что Они Делают Кстати Нужно Сейчас Перцем Где-то Пытаться Прокроиться Через Дев Дежавю Потому что Дежавю Очень плотненько Сейчас Стоят Уже Тоже Выдвигаются На фабрику Не знаю Планировали Они так Или нет Но Сейчас Очень Оперативно Выдвигаются Как раз Таки По Сторону Левого Фланга Но При этом Отдают Весь Свой Дроп В городе Офен Сейчас Именно Забирает Даный Дроп А Влад Что Делать Влад Просто Проезжает Мимо Окей Най Смотри Сейчас Может Получиться Неплохая Атака Потому что Пилов Один В Тефе Офен Сейчас У нас На Фулах Будет Заезжать Будет Реализовывать Сети Свои Фулы Неплохо Агуэра Мансовал Дон Сандра Но Зато Смог Отмансовать От Офен Срывается На Базу Марсель Промахивается Стецплит Сейчас Может Просто Заряжать Этот момент И он Его Заряжал Если Было Там Стецплита То Возможно Пердовы Отвезли Этот флаг К себе На Респ То есть На Фабрику Там Бы Конечно Встретили Но Есть Модес На Фулл Дроп И Сейчас Нужен Фокус Именно По Даному Игроку Которые Наверняка Мы Рафаэлла Уже В деревне И Рафаэлка Подбирает Фунжок Модеста У нас Слили То И Другое Одновременно То есть Они Просто Сейчас Очень Четко Отыграли В плане Контроля Дропа И Конечно Встречи И Благодаря Этому Как раз Таки Поставили Свой Первый Флаг В Этом Раунде Разумеется Да Так и Получилось Две волны Сначала Офенс Который Был на Флаг Просто Залетел Чуть Чуть Раздамажил Как бы После Этого Залетел У нас Модес Который Уже Смог Вывести С Большого Моста И Все Получилось Супер Сейчас Арсенал С подъемчика Будет пытаться Дамажить Но его Сразу Сливают Как только Я это Сказал Марсель Заползает Целый На Фабрику Там Семенович И Офенс Должны С ним Разобраться Будут Два Маспика Стоят На Фабрике Ждут Третьего Вот Модес Подъезжает И Сейчас Скорее Сего Полетят В Атаку У нас Огоянска Подбирает У нас Аптечку На своей Дашке Будет Встречать Блата Уходит Куда Уходит Очень Хорошо Но Увозит Никто По Нему Не Попадает Что Перец Сейчас Очень Слабенько Стрелялись И Блата У себя Да В городе Но Двери Если Он Может Получить Есть Модес На ТТ Который Почему А Вот Есть Аптечка Влада Отличное Решение Подобрать Аптеку И Действительно Благодаря Этой Аптеке В некотором Роде Ребята Оставят Свой Второй Флаг Во Втором Раунде И Выходят Тем Самым Образом Вперед Да Сейчас Агуэр У нас Семенович Будет Пытаться Перестреливаться Семенович Его А Разбирает Подъем Его Да Нитра Надо Использовать Данное Превосходство Ползти в город И Пытаться Отжать Дроп Которого Пока Нету Кстати В городе Неплохо Сейчас Ребята Откатывают По-прежнему Живет Там Семенович Рафаэл Тоже Туда Подбегает Помогает Сему Товарищу По команде Есть Модес Который Пытался Заходить Но Марсель Его Быстренько Утихомирил Так Семенович По-прежнему Живет И по-прежнему Неплохие Рейсы Подает Почему-то Поехал Сливаться Я бы на его месте Мирным счетом Пожил Поназоривал С одним Бой Соперником Но Он принял Такое решение Дабы Скорее всего Обновить Свои ХП И с Респа Собрать Свой Дроп Есть Сейчас Дроп От Агуэра Который Уже Пытается Заходить Но Слишком Много Перцев В Дефе Это Тоже Стоит Во Обрат Нужно Ему Как-то Там Севиться Но Очень Серьезно Ребята Сперцев Стреляют Полностью Стрелили Полностью Все Прилетели В цель И Быстренько Он погиб И отправился На респа Но есть Арсенал Который Кстати Который Тоже Пытается Выдавать Рейсы На разлом Где Но Нужно Пытается На броня Отыграть Все Находятся На бронях Но Никто Пока Что Не Атакует Стреляют Подбирать У нас Плажок Будет Успеть Леон Доставить Получается Остается На одну Ресу Нет Кому Будет Подобрать Но Рельсу Как Где 30 секунд До конца Ставят Опять И Выравнивают Счет В раунде Я просто Не понимаю Как На одну Ресу Просто Ставил Рафаэл Будут Три Игрока Которые Могли Выдать Эту Самую Рельсу Но Никто В нужный Момент Ее не зажег Обычно Все стреляют Как только Могут А здесь Почему-то Ждали Какого-то Последнего Момента Но Последний Момент Наступили Через Три Секунды И Скажем Нам О том Что Данный Раунд Заканчивается Ничью Да Знаешь Как и Предыдущий Бой Тоже Первый Раунд Закончился Победой Команды Второй Ничья Третий Раунд Закончился Победой Противоположной Команды Как думаешь Смогут ли У нас Сейчас Дежавю Бывший Хаос Победить А вот Сейчас Увидим Мотивация У них Должна Быть Просто Огромнейшая Потому Что Они Проигрывают И Если Сейчас Этот Раунд Тоже Проиграют То На этом Первый Матч В групповом Этапе У них Будет Закончен И Будут У них Животворник 17 Числа Играть Против Своих Соперников Кто Там Нет Нет Это Не та Группа Это Другая Группа Надо Посмотреть Кто У них Соперник Я же Забыл Давай Перед розыгрышем Посмотрим А Пока Как тебе Предыдущий Раунд Очень Динамично Несколько Атака Перцев И все Идеально Да Сравняли Они Счет Да Все Верно Сейчас Я быстренько Забегу На форум Все Посмотрю Кто Ни В группе В некотором Роке Проводил Жеребьевку Но Уже Призабыл Да Тем временем У нас Минута До начала Третьего Раунда Возможно Решающего Но Мы будем Надеяться То что Нет Интернешнл Там есть И Стил Бразерс Следующий Матч У Дежавю Будут Как раз Таки Против Интернешнл Это Кстати Очень Серьезная Тоже Матч Будет И Там Интернешнл Не на шутку Готовится На слыхан И Зная Что Матч Просто Топовый Не знаю Будем Его Комментировать СБ Да Будем Его Треть Комментировать Не знаю Пока Что Но Да Там Против СБ Перс Играет Да Самоуничтожаться У нас Сейчас Кланы Будут Игроки Кланов Что Мы И Видим И У нас Начинается Третий Раунд Лав Снимают Город Сейчас Или Меня Обманывают Мои глаза Да Сплит Лав Ну Как-то Они Поменяли Вот Ласпики Я Не знаю Насколько Это Правильное Решение Надо Будет Потом Да Проверить Момент Сейчас Агуэра Вот Смотри Заходит Уже По Мосту Мажет По Сандровой Какой Плохой Промах Пытается Опять Выстрелить По Сандровой Перед Бой Стоит Соперник Ты Готовишься Увозить По Кому Ты Стреляешь Алё Ты Так Это Сказал Сказал Как Отрезал Ну Да Ты Часто Так Говоришь Сейчас Влад У нас Будет Забирать Аптечку Скорее Сего На Балкончике Да Он Спевает Ее Забрать Но Остается На Ноль ХП Это Почти Ничего Ну Сандра Сейчас Очень Хорошо Там Живёт Опять О Нем Призабыли Тежавю Никто Него Даже Ни Чекает Ни Проверяет Ни Смотрит Ни Высматривает Сандра Второй Раз Уже Зам Весь Матч Находится Там И Никто Ни Слухом Ни Духом О Нем Не Знает Опять Он Берёт Нетру И Вот Сейчас Если Он Не Поедет А Он Едет Перевод Всё Правильно Делает Проезжает Метр Стреляет Вводит Всё Всё Верно Вот Если Б Нес Сплит Это Был Б Сто Процент Для Перца Делаешь Маленькую Остановочку Разводишь Своя Соперника И Находишь В городе Есть Конечно Семенович Который Попытается Это Сделать И Сандра Который Будет Пытаться Продолжать Увозить Пытает Рейс Сплит Тут Офенс Дамажит По своему Конечно Но Марселю Сейчас Вбивают У нас Рельсу Перцы Тянут В город И У них Получается Вытянуть Нету Перехвата Нет Сейчас Еду Два Корпуса Заканчивается И Семенович Сейчас Арсенал Выдает Помирает Семенович Но Скорее Не Вернет Нужна Рельса Рафаэлла Рафаэлла Прилет Рельса 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 Уберет И Влад Есть На Двойном Тропе Влад Куда Едет Влад Твой Флаг Ставит И 1-0 Да Выходит У нас Перцы Опять Вперед А 3 минуты Им понадобилось Чуть Меньше Сейчас Надо Отдеть Ну Смотри Доживешь Сейчас У нас Агуэра Будет Пытаться Вывозить На мост Правильное Решение Лап Подбирать Плажок И Надо Успеть Довести До своей Фабрики Ну На Чем Он Застопился Каждый Из них Ну Это Наши Мосты В этом Вся Наша Игра Арсенал Пытается Сейчас Отдеть Базу Неплохо Получается Но Нужно Конечно Как-то Помокать Своим Товарищем По команде Увозить Но Это Будет Крайне Сложно Сделать Арсенал По-прежнему Живет Агуэра Тоже По-прежнему Живет И Ребят Сейчас Намерены Поставить Первый Флаг Но Это Будет Наверное Очень Сложно Сделать Но Пока Что Нет У нас Выезжает Шот Он На Одну Рельсу И Успевает У нас Агуэра Поставить Как же Ребята Плохо Стреляют На Последний Момент Сейчас Именующий Мел Превосходную Возможность Вдать Данную Рельсу Но Почему-то Он Попал В Здание Насколько Я понял Либо Вообще Не успел Выстрелить Но Опять Ничья Шесть Минут Конечно Еще Имеется Полна Для Чтобы Как-то Сложно У них Все Же Идет Перехват Я думаю Что Более Все Дерзко И ярко Будет Происходить На Возврате Но Возврата Так Такого У нас Пока Что Мы Не Видели Вот Прям Такого Эффектного И Эффективного Дерзко Лак они, конечно, не смогли увести, но в то же время они неплохо сейчас проявили себя в городе, полностью отобрали весь дроп, как раз таки сейчас Влад катается с этим самым дропом. Конечно, они на фулл хп, но в любом случае лучше так забрать, чем вообще не забрать. Гуэры сейчас у нас будет пытаться заехать на флажок, но его сливают. Кстати, СД сплит может получить неплохая атака, если бы Ла Фон Леми и Арсенал сразу бы подключились. Кстати, насколько я вот сейчас понял, кого не хватает Дежавю, это вот Кокушен Кайвы, где их постоянный воспалод, который постоянно заходит очень агрессивно отыграет в атаке, сейчас его просто нету, играет Ла Фон Леми. Стой, подожди, Саш, а вопрос, а он разве на трансферах не вышел от них? Нет, он не вышел, он по-прежнему находится у них, насколько я знаю, потому что тренится он постоянно с ними вместе, а значит, понятное дело, что стоит в клане. Почему его сегодня нет, ну, крайне сложно не сказать, но мне кажется, это минус для команды, потому что он в атаке очень-очень сильно играет, и насколько стало мне, кстати, известно, ноу-плей, ноу-плей, это склерозник, вот так вот. Но почему я именно засомневался в этом, потому что склерозник обычно в дефе редко играет, но здесь почему он играет именно последнего? Да, у нас Дон Сандро назад, чтобы забрать ДА-шечку, сейчас съехал он с фабрики, надо дамажить Арсенала, Дон Сандро по нему может выдать рельсу сейчас. Нету инфы, он забирает ДД-шку, кого он сливает? Нет, это сплит. Неполго такая организационная атака есть и от Перцев, правда, там уже много в дежавю. А Гарда там на дно лесу остаётся, я думаю, что его туда и не пустят, потому что Семенович Респица, который точно, если что, его добьёт. А Фэн здесь и живёт по-прежнему, но уже заканчивает и отправляется на респаун. И Перцев сейчас тоже не пускают в деревню. Никого, дежавю просто отдефили и выгнали Перцев со своих респов. Тем временем, Офенс у нас будет пытаться заехать на фабрику, поднимается он. Но тут Марсель его уже видел и этот дамаг сейчас проходить просто будет неимоверный. Рафаэлл заходил в уловы, но уже остаётся на дно лесу, Арсенал будет, конечно же, его убивать. И немножко так прижимает сейчас Перцев к своему дефу, в любом случае это сейчас, в данный момент. Они на протяжении всего раунда сейчас должны они от респаун немножко отыграть в городе, и тогда смогут уже опять продвигаться в сторону атаки. Флаг, я думаю, им нужно увозить. Это просто повысит свою мотивацию и мораль. Да, и, к слову говоря, дежавю точно так же нужно делать, потому что они горят, им нужно как минимум один флажок точно притаскивать. Сейчас NoPay, NoPay пытался слить флагоносца, но тут есть респа от Рафаэлла, который тоже сливает. Стреляет у нас Рафаэлла на опережение, но Арсенал не успевает выкатиться из-за домика и бесполезная рельса прошла. Сейчас неплохо, ребята в центре Фоксит, модульс отличный, сходную рельсу нам продемонстрировал. Семенович на пару с модульсами, Фэнс, возможно, их сейчас поможет зайти в атаку, но все же Фэнс поехал в деф. Отстреливает персонала неплохо, Горо остается на 0 льсу, должен его убивать на NoPay, и чудесно с этим справляется. Семенович тоже у нас сливают данного игрока. Минута до конца. Будут кланы тянуть на ничью, или будет кто-то пытаться вытянуть флажок? Да, не особо здесь, наверное, кому-то эта ничья будет мешать, разумеется, перцем. Для... Дежавю это, конечно, плачевный звоночек, потому что... Правда, сейчас Влада оставляет одного, аптеки у него нету, но флаг он... Ой, аптека просто падает, не везет ему буквально с таймингами, но... Сейчас выводит Влад уже к себе, на шифер, на желтый этот дом. Эстэсприт успеет подобрать или нет? Нет, не успеет, Фэнс будет первой на возврате. А Эстэсприт второй на листе. Семенович у нас сейчас тянет, его сливают, но тут Модест и Рафаэлло, которые... Могут подобрать флажок и успеют увезти 30 секунд до конца. Успеют. Но не-то успеет, но там сейчас здравый фокус будет, все на мосту находятся. Сейчас отличные просто рельсы прилетают по Рафаэлло. Ничью, да, у нас. Да, раунд, скорее всего, будет ничего сейчас заканчиваться. Ну, ни те, ни другие не смогут выездить за столь короткое время. И посмотрим мы еще четвертый раунд. Пытается Рафаэлло, конечно, сейчас съехать. 7 секунд, 6 секунд, 5 секунд. Ну, действительно, не успеет. Под Модест уже поздно скидывать. Модест тоже, к сожалению, не успеет. Хотя очень и очень были близки к тому, чтобы поставить второй флаг. Да, и ждет нас сейчас четвертый раунд. Решающий. Если у нас Дежурю побеждает, то кланы будут забирать по одному очку. Однако же, при любом другом исходе, Перцы у нас заберут целых 3 очка. И будут на первом месте в группе. Да, ну, думаю, что они, наверное, заберут эти 3 очка. Неплохо они смотрятся. Ну, в принципе, хаосы Дежавю неплохо тоже себя проявляют. Но как-то Перцы более, что ли, сыграны. Командно, нежели Дежавю. Но, опять-таки, все зависит не только от сыгранности. Еще и везение должно быть. Везение у хаоса имеется. Дежавю, возможно, оно тоже появится. В плане тропа, реализации его. А также скилла. Да, тем временем, знаешь, стоит, я думаю, сказать нашим зрителям, объявить о том, что мы запускаем форму на розыгрыш. Да же, Саш? Ну да, я думаю, что они сами видят. В чате как раз там уже модератор нашей скидывает. Объясню, для чего данная форма. Путем розыгрыша через данную форму мы вам, нескольким пользователям, подарим промокодики. Видите, один промокодик на 50 зрителей, если я правильно помню. Так что наш оператор зафиксирует максимально онлайн, и мы столько разыграем. Так, все верно, ты отметил? Еще что, тайминги ребята с Дежавю сейчас зафиксировали. Как, к слову говоря, и перцы. Ну, не все, но некоторые из них определенно контролируют роб и записывают его в чат. Знаешь, по мне, просто весь этот контроль происходит в конфеу перцев, по Дежавю в чате это просто выписывают. Ну, некоторым, возможно, так проще контролировать роб. Они имеют на это право. В некотором, вроде, чат для этого и для них и создан. Не так часто они там что-то пишут. Да, вот хотя бы дроб. Попишут циферки, имеется в виду. Сейчас Агара единственный, кто остался жив в этой небольшой атаке. Забирает нетру и будет уничтожать. Ну, неплохо сейчас вертухи сбивает Агуэра, но по иноплею добивает того. Сейчас удивился, наверное, как минимум, но по иноплею, что Агуэра агрессивно отограпывал его и смог его обыграть. Но опять он респится в дефе и сейчас уже будет стоять на страже своего флажка. Вот смотри, сейчас у нас Дежавю просто прессингуют и не оставляют возможности перцам даже выехать в атаку. Да, прижимает сейчас Дежавю. Но по мосту готовится уже Модис на фулл-дропе. Агуэра где-то там застревает под мостом, но в любом случае сохраняет стабильность корпуса, то есть по-прежнему едет вперед. Марсель излетает сейчас на карту, остается на одну рицу, погибает, но есть Лауэлми, который будет подбирать, но будет и уничтожен. Да, Модис, кстати, как ты и говорил, на фуллах подобрал он все фуллы, но остается он шотным у нас. Также Семенович на фуллах, спадает с него сейчас ДАшка, спадает с него нет раз, остается одна ДДшка, рельсуй, все, его нету. Да, Дон Сандро тут один остается, еще одну рельсуй вернут. Ну, сложно будет вернуть, потому что фэнс уже подбирает флаг, я не знаю, как там Дежавю не смогли вернуть флаг, Арсенал сейчас пытается уже и увозить, будет сложно это сделать, сразу два игрока на него смотрят, одного обман сил, на второй попадает, Влад будет спрыгивать, но главное сейчас Минус не отправится, наверное, не будет даже прыгать в этом моменте, рельсу выдает, но не попадает, там Модес уже близок к тому, чтобы поставить первый флаг. Модес тянет флажок, да, ждет он рельсу Влада, АСТ-сплит его сливает, кстати, возможно, что у нас и смогут даже перехватить данный флажок. Ну, нужно, две рельсы сейчас очень близки к тому, что, ай, не попадает, ломан ми, но АСТ-сплит влетает туда, выдерживает рельсу от своего, и промахивается просто, притык промахивается, не смог вернуть, но нет, все-таки возврата, наверное, не будет, все очень-очень на то никого отыграно сейчас, пытаются идти, другие, сохранить свои флажки. Да, но арсенал у нас вывез, а следовательно, даже Рео уже обеспечили размин для себя, как минимум. АСТ-сплит сейчас выдвигается на фабрику перцев, пытается там навязать борьбу своим оппонентом, подбирая дроп при этом, конечно же, но сверху, конечно, не смог он забрать, но отличную рельсу по Рафаэл уже выдал. Так, 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 так. И вот спалит, астасплит, да, я вижу модель, но сейчас самое главное, то, что вот есть ноу-пеноплей, который перед мостом пока что кемпеид, но уже через считанные секунды, но кажется в городе, и это большая угроза для Дежавю, если не последует информация. Конечно, заканчивается у него броня, сейвится он на кемпу, не знаю, насколько это верное решение, мне кажется, можно было точно так же дальше ехать агрессивно, но решил немножко сбавить темп и отправился уже тоже на респ. предпочитает, как раз таки перстли, что он и делает, и будет пытаться как-то дамажить офенс, но тот слишком далеко. Слишком далеко, но и слишком близко, я бы сказал, потому что просто нам нужно попасть, поехать, вернуть, выдерживающийся с рельсом модес, погибает уже от рук Агуэра, Агуэра пока что куриет баши, не смог до конца быстренько все это сделать, убивает офенс, остается No Pay No Play 1 на 1, так сказать, против Love Only Minion, Ага, смотри, Саш, прости, что перебью, Семенович у нас сейчас по тылам заболзает, Марсель его успел увидеть, и Семенович выдавали рельсу, СТ Сплит сбил ему, прости, что перебил, продолжай. А у нас все хорошо сейчас на базе синих, но они, конечно, не в такой соевой позиции держат этот самый флаг, Модес уже готовится подбирать фулл дроп у себя перед мостом, думаю, что пора как-то ребятам с дежавю немножко туда посмотреть и выдавать дэмэйс, вижу, что в прошлом Склерозник отправляется к себе на фабрику, именно там будет он сейчас держать флажочек и немножко пытается дезориентировать своего соперника, потому что они-то знают, что он где-то там в городе, а сейчас уже он находится на фабрике. Ну, знаешь, Влад сейчас уже увидел флажок, я думаю, красный, и вся инфа прошла в конфу дежавю. Ну, Влад сейчас вы можете вернуть в один один подъем сандра. Но возвращает при этом сейчас уже ребята с перцев тоже очень жестко они зашли в атаку, вернули флаг и Тон Сандр справляется с своей задачей, везет флаг сейчас на доставочку, справа есть небольшой паровозик с красных лажков. Заезжает у нас с этого небольшого разломчика, но все же бровки с этой бровки заезжали, но не получилось у них перехватить и доставляют у нас первый флажок в перце 1-0 4 минуты до конца предпосыл к 3 очкам. Да, неплохо они сейчас себе буснули как минимум мораль и наверное плюс будет сейчас точно быть плюс мораль у них в этом раунде, дальше они будут просто уже на счет играть то ли сушить, то ли продолжать в таком же темпе играть думаю если продолжат то 100% победят если начнут сушить то возможно даже и потеряют возможность выиграть данный раунд поэтому расправляться ни в коем случае не нужно и сейчас стесплит стилов неплохо накидывает по рафаэл на нитри могут увозить тоже сейчас он увозит на своя нитри не попадает по донсандру но донсандра попадает по нему донсандра будет забирать дашку плюс-минус дд должна падать в течение 30 секунд будет ли он ее дожидаться есть выдвижение горы со стороны сандра не попадает сейчас конечно по арсеналу но это не столь важно то что он туда просто поехал и отвлек на себя внимание арсенал на 3 рельсы намерен сейчас вывозить флажочек есть рельсы по нему сейчас должна прилетать вторая реставра офенс офенс попадает но не попадает Рафаэлла но его быстренько добивает но пей но плей да знаешь даже бы если но пей но плей а промазал то там был дон сандр который с респа просто слил в городе неплохо сейчас тоже семенович справляется своими оппонентами одного накрутил второго разверну рельс все очень очень неплохо моды очень подлагивает сейчас вроде от окей Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...